Мы сейчас будем говорить о том, как совмещать семью материнство и общественную деятельность. И думаю, ну что же они скажут, это же просто невозможно совмещать, потому что это всегда на разрыв аорты, это же всегда некий подвиг. Если мы понимаем смысл этих трудов, то это служение, это не просто деятельность, это даже не работа, это служение становится общим служением семьи. А дети и семья, если ты в этом находишься, это твои сподвижники, потому что дом – это храм, семья – это твоя паства. И как ты построишь отношения, какой будет твой храм, какое будет служение в этой семье, это зависит от нас с вами. Своей любовью помогать невозможно. Нужно всегда иметь свободные руки, чтобы брать это от Господа Бога и сразу отдавать. Тогда ты восполняешься, помогать людям Его любовью. Христос Воскресе, дорогие наши гости, дорогие наши спикеры. Мы тут потрясающей какой-то компанией, совершенно невероятной собрались. Я представляю по очереди Светлана Черенкова, руководитель направления помощи семьям Синодального отдела по церковной благотворительности. Президент автономной некоммерческой организации «Святые покрова», инициатор создания сети семейных МФЦ в России. Вот так, дорогие друзья, давайте поприветствуем. Наталья Москвитина, многодетная мама, общественный деятель, телеведущая, учредитель и генеральный директор фонда «Женщины за жизнь». Я бы еще сюда добавила, конечно, автор книги «Папина дочка», о которой мы сегодня будем говорить. Опять же, давайте поприветствуем Наташу, дорогую. И Наталья Карпович, многодетная мама, общественный деятель, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», президент благотворительного фонда «Защита детства». Вот такие потрясающие женщины сегодня перед нами. И, честно говоря, я когда сюда ехала, думала, мы сейчас будем говорить о том, как совмещать семью материнство и общественную деятельность. Я думаю, ну что же они скажут, это же просто невозможно совмещать, потому что это всегда на разрыв аорты, это же всегда некий подвиг. Правильно я говорю, Светлана? Вот вы сегодня в положении вообще к нам пришли, честно говоря, это заслуживает отдельных аплодисментов, друзья. Да, передаю микрофон. Мне нужна эстапетная палочка. Ну, правильно, я думаю. Ну, вопрос только, зачем это делается, и зачем мой супруг сегодня посадил меня на поезд, и один из детей махал мне ручкой. Вот, то есть если мы понимаем смысл этих трудов, то это служение, это не просто деятельность, это даже не работа, это служение становится общим служением семьи. Вот я знаю, Наталья Карпович, она у нас была на Радио Вера, честно говоря, я тогда уже в неё влюбилась, потому что, вы знаете, от неё идёт настоящая вот какая-то энергия мамы. Она вот такая очень тёплая, она очень любящая и очень умная. И, честно говоря, для меня вот это вот соединение интеллекта и сердечной доброты – это особый такой божий дар, о котором хочется говорить, о котором хочется узнавать поподробнее, как это удаётся. Потому что мне кажется, что, ну, либо сердце, либо ум, да, но это для обычных людей, а вот для необычных – нет. Они могут как-то это всё совмещать. Наталья, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. И, более того, друзья, Наталья, она действительно подвижница, и она много очень всего делает. И даже сегодня она, ну, действительно, на грани подвига приехала на эту нашу встречу, чтобы с нами встретиться, повидаться. У неё очень мало времени, поэтому мы сейчас будем её допрашивать. Спасибо большое за тёплые слова. Ну, во-первых, я очень рада, что я могу приехать. И всегда, когда собирается такая душевная, настоящая материнская обстановка, когда приходит женщина, женщина приходит говорить о своём успехе, о своих вопросах, сложностях, задачах, всегда очень много получаешь именно в обратную связь. Насколько ты отдаёшь на встречах, сколько ты получаешь. Потому что каждая сидящая здесь женщина – это уникальная женщина. Потому что она уже сюда пришла, она нашла время. Значит, ей интересно всё то, чем живёт общество, её семья, вообще страна. Потому что, на самом деле, уникальное мероприятие. Мы очень много говорим в последние годы о семье, очень многое делается. Но то, что сегодня в обществе эта тема важная, и, наверное, мы обращаем на неё внимание. Когда-то она была дальше экономики, политики, сегодня она в первых рядах. Каждый из нас, наоборот, в семье всегда семья на первом месте. И мне кажется, когда задаёшь вопрос, зачем ты этим занимаешься, почему – это образ жизни. Люди, которые приходят, это миссия, это служение. Ты служишь своей семье, и ты понимаешь, что ты рядом видишь с собой людей, которые тоже нуждаются в какой-то поддержке, помощи, что-то нужно передать. И сначала это начинается с близкого круга. Потом ты сталкиваешься с более какой-то проблемой по работе. Может быть, я как юрист в своё время оказалась вдовой, у меня было уже двое детей, у меня умер муж. И я пошла служить юристом бесплатно в Союз Чернобыль тогда, который в Петербурге был. И я понимала то, что делают вдовы, как они живут, как они переживают этот переход от любви, поддержки мужа, любимого человека. Как они остаются на грани жизни в том мире. И здесь переход, когда ты, может быть, не имеешь работы, может быть, у тебя маленький ребёнок. У меня тогда тоже вторым ребёнком был годик. И, знаете, вот эта история, она меня привела в благотворительность, это было 25 с лишним лет назад, для того, чтобы понять, наверное, что если я прошла этот путь, я могу свой опыт передать. Я могу быть искренней и ответственной в том, что я делаю, потому что я точно знаю, потому что это мой опыт. И так, наверное, начался мой путь, который длится всю оставшуюся часть жизни до сегодняшнего дня. И я уверена, что он будет идти дальше. Поэтому, мне кажется, это служение, это жизнь, это образ жизни. А дети и семья, если ты в этом находишься, это твои сподвижники. Потому что дом – это храм, семья – это твоя паства. И как ты построишь отношения, какой будет твой храм, какое будет служение в этой семье. Это зависит от нас с вами. Ну, сейчас очень много говорят о женственности. Очень много тренингов, которые прокачивают женственность. Есть очень много психологов, которые рекомендуют раскрывать в себе женщину всеми мыслями и немыслимыми способами. Честно говоря, я даже боюсь узнавать, какими. Но их действительно огромное количество. Да, не дремлет у нас социальные сети, не дремлет у нас разные курсы. Но к чему я это всё говорю? Ведь, по сути дела, вот такое апостольское служение, когда ты и проповедуешь, ну а как иначе назвать благотворительность? Это же тоже некая проповедь. И ты при этом ещё с детьми. Ну, это такой призыв Божий. Мне кажется, с этим сложно не согласиться. И вот Наташа, она человек, которая, будучи матерью троих детей, ездила в Косово под какие-то бомбёжки, честно говоря. А с Новорожденным четвёртым основала фонд «Женщина за жизнь». И, честно вам скажу, я её очень давно знаю. Это единственный человек из всех моих знакомых, который может зайти в абортарий и снять женщину с кресла. Я сейчас как бы не преувеличиваю. И увезти её домой, рожать своего ребёнка. Наташа, что ты думаешь вообще о нашей сегодня заявленной теме совмещения материнства и благотворительности? — Я хотела тут публично признаться в моей любви к Наталье Карповичу. Потому что она практически крёстная мама вообще всей моей деятельности. И это был первый год фонда. Я вообще не представляла, где я и что я. И я помню, я стояла на детской площадке около общественной палаты. Потому что должна была выступать я и ещё одна мама, у которой трое детей. И мы по очереди дежурили за детьми, смотрели. Младшему там было. Мы на руках его держали. Одна из нас с детьми, одна из нас и выступает. И в этот момент позвонили с прямого эфира Бориса Корчевникова. Я очень смутно понимала, кто это. И сказали, что Наталья Карповича передала ваш номер. Не хотите ли вы прийти рассказать про проблему абортов? И, собственно, так как-то это всё очень быстро перепрыгнуло на новый уровень. Что я думаю, наверное, я формулирую уже целых 8 лет. Пытаюсь понять вообще, куда я попала и что я на этот счёт думаю. Но, наверное, основное, что бы я хотела сказать, это когда ты заходишь в благотворительность, в служение, в свой какой-то путь, связанный с помощью другим людям и с миссией какой-то нашей веры, веры Христовой, то, наверное, в этот момент важно понимать, когда ты помогаешь своей силой, своей любовью, своей энергией. Эта энергия заканчивается очень быстро. И можно сходить в воскресенье в храм, поговорить с одним человеком и быть, как выжатый лимон. Поэтому, наверное, лучшее достижение, как я себя реально прокачала, это то, что своей любовью помогать невозможно. Нужно всегда иметь свободные руки, чтобы брать это от Господа Бога и сразу отдавать. Тогда ты восполняешься, помогать людям Его любовью. Лучше и не скажешь, конечно, правда. Не зря Наташа на спасе уже подвязается не первый год в качестве журналиста. Но вы знаете, я вот ещё о чём хотела спросить. Конечно, это великий дар, это возможность соединять материнство, благотворительность, материнство и миссию. Это призыв Божий. Мы это понимаем прекрасно. Но лично я восхищаюсь женщинами, которые действительно просто сидят дома с детьми. Я просто не умею. Если бы я могла, я была бы счастлива быть такой женщиной. Искренне говорю, Господь видит, что я не вру. Если бы у меня был этот дар, а это тоже дар, то я бы его не умоляла. Вот вы знаете, у меня такое ощущение, что в последнее время идёт такой перекос, что всё надо неизменно совмещать. Но далеко не все могут совмещать и далеко не всем нужно совмещать. Вот что вы об этом думаете, Светлана? У меня так отзывается это в сердце. То есть моё окружение, мои знакомые, подруги, родные, мне кажется, очень даже страдают от этого всего. Они тоже задаются вопросом постоянным, зачем? Зачем оставлять детей, зачем жертвовать какими-то жизненными моментами, потому что действительно приходится жертвовать. Мы как-то с Натальей за столиком на одном мероприятии обсуждали эту тему, какой очередной выпускной мы пропустили у своих детей. И я благодарю Бога, что в прошлом году у меня дочки 16, она выпускалась из школы, совсем выпускалась. У меня был выбор пойти на встречу с президентом или к ней на выпускной. Слава Богу, просто так обстоятельства удачно сложились, что выбор делать не пришлось. Всё было благополучно, да. И когда в этот день выпускного на небе просияла радуга, причём тройная такая, потом было такое послевкусие, я поняла, что я бы в этой жизни могла не просто я бы, мы бы упустили этот момент, у дочери бы этого момента могло бы и не быть. И поэтому я искренне радуюсь за матерей, которые, знаете, всем сердцем своим в своей семье, всё это удачно, всё это гармонично. Но у Бога, наверное, на каждого из нас свои планы, и любая, ну как бы наша цель услышать, да. И если на одного из, там, на мужа или на жену есть определённые планы, и эта семья чувствует, то, конечно, необходимо чем-то и жертвовать, и вместе, самое главное, нести эти труды, принимать. Как говорит мой супруг, я не занимаюсь благотворительностью, я пожертвовала свою жену на благотворительность. Ну, то есть, это такое общее решение, хорошо, когда есть поддержка, хорошо, когда... Не всегда, на самом деле, она бывает, потому что это же всегда компромисс, договориться делать это, там, или не делать, или сейчас, там, не то время. Кстати, о выпускных. В пятницу выпускной моего сына из детского сада. И муж мне говорит, ты готовилась к этому событию целый год, едь, пожалуйста. То есть, минус один выпускной. Но с семьёй заниматься вот этим служением, конечно, легче. И тем самым, у нас же одна цель, да, Царствие Небесное. Вот как бы идём все вместе, тяжело, это непросто. Да, одна цель, Царствие Небесное, да, правда. Ведь, правда, не скажешь по-другому. Но я о чём ещё хотела вас спросить. Ведь нас не обучают и не обучали, к сожалению, особенно поколения 80-х, 90-х. Ну и, впрочем, в советское время, ну что, ну были книги по домоводству. Были какие-то разговоры о том, какая должна быть мама и жена. Но это всё было на уровне просто разговоров, может быть, энтузиазма отдельных личностей, учителей. Но, по сути дела, дореволюционная какая-то культура ведения хозяйства, ведения дома, общения с детьми, она не то что утеряна, но, мне кажется, вообще как-то совсем прям нивелирована. И хочется заново научиться этому быть мамой, быть женой. Но ведь сейчас перед нами сидят женщины, которые, как мы уже тысячу раз сегодня повторили, вопреки всем своим общественным регалиям, всем своим делам, они настоящие мамы. Я как-то шла по торговому центру с ребёнком и увидела Наталью Карпович с ребёнком. Она меня не узнала, а я её да. И вы знаете, это просто потрясающе было. Ну правда, ей что-то рассказывала её дочь, и она была вся в ней. Вы меня простите, что я сейчас это приоткрываю, но это, наверное, самое важное во всём этом разговоре. Она была вся в ней. То есть я, когда иду с детьми, каюсь, многие это понимают, это вот это вот, это вот это вот. А она абсолютно всё, она всё убрала, и она полностью осталась со своим ребёнком. И, наверное, вот эта вот функция переключения режимов, она, наверное, как-то прокачивается. Честно говоря, я её ещё не до конца прокачала. Вы знаете, я как раз не самая лучшая мама, в общем-то. И вот если говорить вообще о том, как было, как есть, времена меняются, всегда будут по-разному, всегда будут одинаково. Вот как ни странно, да? И всё это будет зависеть от нас. Я, например, из тех женщин, вот сейчас очень много ругают девчонок, которые говорят, я не буду рожать, я там буду делать карьеру. Вот перед вами сидит женщина, которая всегда хотела делать карьеру, никогда не выходить замуж, не рожать детей. То есть это было мое прям стопроцентное убеждение. Хотя Советский Союз, я ребёнок 72-го года, и вроде бы такого ничего не должно было быть. Но так как в моей жизни был большой спорт, и я была уже звездой, и мне казалось, что я буду ещё более звездой. Какая семья, какие дети. Но у Бога на всех нас есть свои планы. И он очень мудрый, он меня привёл очень рано. Я раньше всех вышла замуж, и я как раз прошла этап, почему немножко так издалека, когда я родила в 17 лет в Советском Союзе. То есть я прошла такой Крым и Рым, то есть вот всего давления, системы, когда тебе говорят, что ну сделай аборт, это неправильно, это плохо. Плохие слова на дверях, бедная мама на порткомах, значит, а я уже будучи мастером спорта Советского Союза, защищая эту страну, там стояла краснела на этих порткомах с диким токсикозом, понимая, что ребёнок будет вопреки. А у меня ещё очень большая травма была, мне вообще нельзя рожать. То есть у меня по карте нельзя рожать, да, то есть у меня в 15 лет была серьёзнейшая травма. Именно позвоночника, и там, где, ну в общем, женщины все понимают, что это как бы несовместимо с рождением детей. И очень умный доктор, который мне попался в 15 лет, нейрохирург, он мне говорит, слушай, ну я вижу, что ты не совсем в общем-то в себе, а ты наверняка пойдёшь на шаг родить. У меня и мыслей-то не было, но он как-то считал, он говорит, делай это как можно раньше. Ну я же молодец, я же вообще человек очень как, знаете, синдром отличника, всегда сделаю, как мне скажут. И вот у меня в 17 лет появляется ответственность. У меня появляется ребёнок, и я не знаю, что такое быть мамой. Я сама ищу где-то ребёнок, но очень состоявшийся. Я сама, ну не знаю, чего хочу, но вот есть ответственность, есть вот этот вот божий дар, этот комок, который в общем-то дальше и сделал, и сформировал меня как маму. И у меня никогда не было, к сожалению, возможности сидеть дома, у меня никогда не было возможности посвятить время детьми, но я научилась с ними договариваться, потому что они мои союзники и партнёры. Я всегда говорю так, у меня завтра будет час, но мы с тобой. И вот что бы ни произошло, вот знаете, приходишь домой такой, понимаешь, что завтра в 10 ты не хочешь идти на утренник или в кино, но я честно говорю, я встаю и иду. И вот как вот сказала замечательная моя подруга, я погружаюсь именно в этот период времени с ними, потому что в этот момент я должна отдать им всё то, чтобы они верили и знали, что я всегда рядом. Несмотря на то, что у меня 5 минут, допустим, есть. Но 5 минут это принадлежит им, это первое. Второе, вы знаете, я хотела бы сказать на очень важной теме, в которой вы остановились, нужно ли всем быть нами одинаковыми, успешными, куда-то бегущими? Да нет. Материнство – это особое счастье, особая работа. На самом деле женщина, которая способна отдать полностью воспитанию ребёнка, созданию, может быть, уюта, комфорта и вот этого семейного благополучия, это вообще отдельная история благодати Божией и отдельная история великого женского счастья, которое дано женщинам. Нам не всем это дано, правда. И здесь, знаете, с одной стороны, миссия, как мы, может быть, даже иногда лукавим. Я вот не уверена, что прям я такая молодец. А с другой стороны, как сказать, это ещё ответственность очень большая. И когда ты выходишь в люди, иногда намного легче, чем отсидеть дома. Ты вот отработай 24 часа дома и вот побегай, как мы. Слушайте, ну врём иногда, ведь честно врём. Ну, бывает такое с нами. Вот, и я думаю, что женщины, которые, вот я, знаете, всегда выступаю за инициативу, у нас всё-таки серьёзная площадка, да, это Всероссийская неделя, от неё должны уйти и предложения. Я всегда говорю, что в законодательстве должно появиться такое правильное, наверное, юридическое понятие, как право выбора женщины признать себя работающей мамой. Или признать право работать. То есть она может выбрать. То есть мама, это не только должно быть, ну, как сказать, миссией божией, это ещё должно быть признано работой, чтобы они не уходили потом, как иждивенцы, с минимальными зарплатами. Это уничижительная история. Пенсия нулевая, невозможность получить 100, чтобы выйти там в 50 лет по законодательству, если имеешь 5 и более детей. То есть они не получают те льготы, даже которые есть в законодательстве, в связи с тем, что вот этот труд не учитывается. И сейчас очень большая тенденция, почему я об этом говорю, девочки, извините, что, может быть, чуть-чуть забираю время, но тенденция какая? Вот когда приходишь, особенно в структуры, Наташа сейчас, наверное, меня поддержит, говорит, ну, они не хотят работать. Я говорю, а вы когда-нибудь пробовали, чтобы у вас было 5, 6, 7, даже двое, то один тяжело. А когда вы говорите ей, что она не хочет работать, она, может быть, не может, потому что у неё другая ответственность и другой путь жизненный. И мне кажется, вот эта законодательная норма права, ну, почему именно право? Потому что, ну, если женщину хочется вмещать, чтобы тот же работодатель ей не отказывал вправе выйти на работу, да, всегда должна быть формулировка юридически очень правильная. Это первое. Второе, вот тоже я мечтаю, и вот мать героини вернулась, слава богу, я мечтаю всё-таки о материнской славе, первой, второй, третьей степени, тоже надеюсь, что эти предложения уйдут с наших площадок. Но есть ещё один момент. Сегодня, когда мы говорим о труде женщин, и мы говорим о стаже материнском, вот у нас на сегодняшний момент в законодательстве всего 6 лет учитывается, за четверых детей по полтора года. То есть если у меня 6 детей, двое детей уже в стаж мне не идут по полтора года, да? Это правда, у нас ограничение 6 лет. Но это же ненормальная история. То есть женщина родила четверых детей, она получила стаж 6 лет, а ещё 2 их, вот как в моём случае, я воспитываю 7 детей, родила 6 детей, да? То есть в моём случае у меня двое детей не зачитывается, а есть 10, у кого 12 детей своих. Когда она выйдет на работу? Да в принципе, ну, ей не надо туда выходить, если мы говорим о демографии. Вы знаете, вот эта площадка, она очень серьёзная. Здесь, кроме того, что мы говорим на миссии, о служении, о совмещении, мы говорим о том, что сегодня очень важно поднять роль материнства, я бы сказала, отцовства и родительства на такой уровень, что это достойно. Это самая главная профессия. И если человек выбирает служение своим детям, своей семье, это должно быть оценено как работа, которая идёт 24 на 7. Вот моё мнение. Спасибо огромное, Наталья, за эти слова. Действительно, в последнее время всё больше говорят о том, что уровень кортизола женщины, которая находится с детьми с утра до вечера без перерыва, он сравним или даже превышает уровень кортизола человека, который работает на самой стрессовой работе. Это правда. И об этом очень мало кто говорит. Мы все говорим о том, что мы должны быть очень успешными, счастливыми мамами двоих ангелочков. Как это ни грустно, но именно эти женщины, они больше всего срываются на детей, у которых аккаунты «Счастливая мама двоих ангелочков». Вот кто-то проводил такой опрос и говорят, что кричат больше всего на площадке как раз вот эти вот женщины. Почему? Потому что мы хотим всё-таки чему-то соответствовать, а, видимо, нужно просто жить в какой-то божьей правде о себе. Ну, наверное, я не очень понимаю об этом пока ещё. Но что хочу ещё спросить. Ведь однозначно у каждой из вас есть такой вот внутренний крест, я не предлагаю сейчас об этом говорить, но немножко Светлана об этом упомянула, что я не попадаю на выпускную ребёнка из детского сада. Соответственно, и Наташа, и Наталья. Все понимают, что чем-то приходится жертвовать. И этот крест... Но я не об этом даже... Я знаете о чём? О том, что если ты чувствуешь, что необходимо делать, ты понимаешь, что вместе с тобой это должны чувствовать все остальные. И муж, и дети. Все должны делать вместе с тобой. Вот этот вопрос, нужно ли делать или не нужно, все три нашей героини однозначно Богу задавали. Ну, потому что иначе быть не может. И вот этот вопрос мне очень интересует. Когда это ложное чувство, что надо выходить и брать, в общем, руки саху и начинать пахать. А когда это действительно Божий призыв? Вот этот маркёр внутренний, он как определяется? Я не знаю. Я не знаю. Я знаете, как отвечу? Вы знаете, я всегда ориентируюсь на такую женскую интуицию. С одной стороны, а второй всё равно дороже и ближе, чем твой ребёнок, близкий человек, нет. Вот у детей, у них есть особенные рэперные точки, когда ты им необходим. И вы обязательно, как родители, это почувствуете. Вот если я чувствую, что моему ребёнку я нужна в эту секунду, для меня не будет стоять выбор, куда бы мне не надо было идти, я останусь со своим ребёнком. Но это бывает крайне редко. Вот правда, их запрос на это бывает один раз, ну, два за весь этап, пока они взрослеют. Кстати, больше становишься им нужен, когда они становятся более взрослыми. Это удивительно, но это факт. И вы знаете, я приведу такой пример. Я действительно не смехом договорилась с детьми, что я хожу один раз на выпускной в школу. Я не хожу в школу вообще, потому что я считаю, что они самостоятельные, умные, красивые. Как они будут учиться, так сложится их жизнь. Я не делаю с ними уроки, мы договорились изначально. И всех детей, вот у меня младшая, она очень умная. Она почему-то решила, что всё-таки со мной уроки делать иногда прям полезно ей, хотя я вообще совершенно вот к этому не приспособлена. Она учит со мной стихи, ей очень нравится, как мы с ней учим стихи. И вот она вот немножко подсела на меня, и мы с ней иногда занимаемся. Но вот я к ней сходила, и мой сын старший смеётся. Он говорит, ну всё, к тебе мама уже один раз в школу сходила, и она к тебе на выпускной не придёт. Да, она говорит, почему? Он говорит, ну мама, потому что один раз ходит в школу. А я сделала, у нас, знаете, задание было сделать игрушку в школу. Ну вот на Новый год украшали класс. Ну наверняка все мамы, да, обычно в 12 ночи дети вспоминают, что корона нужна, звёздочка, снежинка, ну у меня не исключение. О, а завтра нужна игрушка. И я такая, знаете, в припадке, так как я вообще не очень рукодельная, решила сделать игрушку в шарике, там что-то наклепать красиво, там ленточкой обвязала, всё приклеила, там всё. Ребёнок приходит такой, ну в восторге, говорит, мама, ты знаешь, тебя приглашают провести мастер-класс. Ну тут я совсем упала вообще, говорю, ну всё, задача такая вообще непосильная. Я мужу говорю, ну ты вообще себе представляешь меня? Говорю, класс и мастер-класс вообще. Я вообще, говорю, первый раз в жизни эту игрушку делала. Ну вот звонит очень хорошая мама с родительского комитета, там же всегда есть авторитетные люди. Наталья Николаевна прям вот, будьте любезны. Ну ребёнок, что, слушайте, ну всё, я отложила все дела. Вот прям, вот Наташа сидит, знают, я прям никуда в этот день, говорю, до обеда и не подходите, у меня тут мастер-класс. Мы все ржали, потому что, ну это правда смешно, я и мастер-класс вообще. Вот, вы знаете, я вот могу вам сказать, что для меня это огромный урок жизненный. Я вот зашла в класс, а у нас отношения такие с детьми тоже построены. Мы никогда публично не показываем, потому что я всегда их учу. Вот, ну, понимаешь, говорю, ну ты не можешь ко мне подойти, вот даже на мероприятия, когда, ну, подбежать, что я мама. Я в данном случае на работе, другие дети будут видеть, им тоже захочется, а их мамы нет рядом, да. И мы так выстроили отношения, то есть мы близкие, да, родные, но вот на мероприятиях, вот Наташа, ну, тут люди сядут, кто меня знает, дети ко мне, ну, могут подойти поздороваться, но у нас нет такого, да, вот, ну, потому что другие тоже, ну, не у всех родители бывают, да, надо как-то бережно относиться. И вот я захожу в класс, она, знаете, она растекается в улыбке, у неё так светятся глаза, она мне так кивает, да, и вот мы с ней, ну, переглянулись, все дети ко мне подходят, я со всеми делаю мастер-класс, и с ней как со всеми, да, вроде, ну, дикая ситуация, да, но ты держишься, потому что все дети, ну, представьте, у них-то нет мам в классе, да, и она так это всё понимает, хотя это первый класс, чтобы понимали. И вот когда всё закончилось, я так ухожу, я ей помахала, всё, ушла, она пришла домой, знаете, я понимала, что для неё это был самый важный день. И я понимаю, что для меня это самый важный мастер-класс в моей жизни, потому что я реально была мамой настоящей, в эту минуту, и смогла ей подарить самое главное – уверенность, любовь, жизненное вот это желание быть лучше, стремиться к чему-то и гордиться своими родителями. Вот это великое счастье, которое нельзя упускать. Я только немного скажу, что, наверное, как-то вот, как Кира сказала на разрыв аорты, быть мамой не надо. И, ну, у меня четверо детей. Я случайно фактически узнала, что одна из дочерей перевелась летом в другую школу, войдя в мой аккаунт МФЦ с домашнего компьютера. Я просто... Слушай, умняшка просто. И ещё они, знаете, как делают? Ну, просто, может быть, это вас успокоит, потому что мы тут все мамы. Чаты эти ужасные, вот. Я вообще их не открываю. То есть если посмотреть в телефоне, там обычно 375 непрочитанных. Вот. Дети поняли это, потому что, ну, там всякие денежные сборы, вот эта вся чепуха. И дети отвечают на сообщения от моего лица, по вечерам берут телефон, заходят в свои чаты, но не отправляют. И утром мне пишут мама, отправь сообщение. И пишут название чата. Я просто нажимаю «Отправить». Вот. Поэтому если это поможет как-то существовать, то это вполне себе способ. Потому что мы все те самые мамы, которые нужны своим детям. Не другие. Никакие не идеальные. Именно мы, именно для своих детей. Ну что, давайте перейдём к вопросам-ответам. Если вы хотите Светлану, Наталью, Наталью о чём-то спросить, это нужно делать сейчас смело. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, я передам микрофон. Если у вопросов нет, я продолжу ещё буквально несколько минут свой допрос с пристрастием, и мы перейдём к презентации книги Наташи. Да, конечно. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Наталья Николаевна, ну вот сделали вы тогда игрушку. Это хорошая история. На самом деле замечательная. Ну много же заданий, те, которые не может она сделать сама. Или делает их хуже всех в классе. Ну и как с этим? Так как он пишет ребёнок, так не писал ни один, даже папа. Даже мальчик ни один не писал. Так плохо никто никогда не писал. Такие грязные тетрадки, как у неё. Нет у неё одного вообще. Моего ребёнка и моих знакомых вообще. Она гениальна во всём. Она в первом классе пришла со школы. Я говорю, я бужу, надо идти в школу. Она говорит, мама, спасибо, я там уже была. Когда её спрашивают, нужна ли тебе... Надо учиться, понимаешь? Она говорит, мама, зачем? Я умею читать, я умею считать. Я научусь водить машину, я выйду замуж. И буду работать дома. Я говорю, в смысле, что ты будешь делать? Она говорит, ну как, у меня будет четверо детей. Понимаете? Вот против этого я не знаю, что сказать, зачем надо учиться. У неё всё понятно в жизни. И у Рой, она очень умная. Причём, знаете, я это отслеживаю, когда, например, я вот беру какой-то с ней там... С ней нельзя напрямую вот так, надо. Но это бесполезно. Она двойной баран, это вообще всё, это тумач. Значит, с ней нужно так вот, ну прям вот, ну вот так вот. Она потому что знает, как надо одеваться, как надо ходить, как надо говорить. В общем, мы вообще все не в тренде у неё. Есть правда одна, её. Вот такой ребёнок, она очень непростая, но она очень умная. Например, ты говоришь, там, ну, цитируешь что-нибудь, она говорит, подожди, там же по-другому. Понимаете? То есть я всё время понимаю, что она не глупая, она очень умная, но она начальник. Я учительница ко мне говорит, вы знаете, я не знаю, что с вашей девочкой делать в первом классе. Я говорю, вы знаете, я тоже не знаю, что делать. Но у меня, говорю, есть одно, говорю, только правильное движение. Я говорю, вы назначите её начальником. И она тогда точно что-то будет делать. Если вы вообще ей будете говорить, что она не права, мы с вами вообще её потеряем. То есть это вот до свидания. Я, например, всегда, вот она мне сегодня, например, утром, мне надо бежать на работу, я не знаю, где у меня чего, но надо как-то одеться, не успела причесаться, да, там что-то бросила. Она мне приходит и говорит, ну, серьёзно, так говорит, а у нас 10 котов дома, 10 кошечек, 2 собачки, 4 птички, 2 шиншиллы, кто-то умер, я забыла, улитка, по-моему, но это уже прошло мимо меня. Она подходит мне с одним котом, говорит, мама, у него что-то с носиком. Ну, носик в порядке, я думаю, наверное, не надо, чтобы она что-то с носиком делала. Она находит вторую жертву и говорит, смотришь, у неё хвостик грязный. Я не успела ещё выйти из дома, она его уже постирала, понимаете. А другая дочка выходит и говорит, боже мой, мама, а что случилось с Тишей? Он весь вот какой-то ягод. Вот, знаешь, видимо, она привела его в порядок. Нет, она не обижала, она помыла его, понимаете. То есть, ну, он оказался грязным в её понимании. Поэтому, ну, она же это сделала самостоятельно, она молодец, да. И когда меня спрашивают, Наташа, как ты с ними справляешься? Я не напрягаюсь, потому что если они моют полы, они моют все. Ну да, потом мы перемываем с мужем полы, ничего страшного. Если они там что-то шьют или что-то делают, ну, или клеят, ну, мы потом оттираем весь дом. И моя мама, она человек другой формации, она уже взрослый такой человек, да, она когда смотрит, как они у меня рисуют на кафе или там фломастерами, или там на стенке, моя мама падает в обморок и говорит, Боже мой, какой кошмар. Я говорю, мама, посмотри, как это прекрасно. Это же счастье. Ты понимаешь, говорю, это вот творческие люди. Поэтому я с ними творю вместе. Ну, я вообще не воспитываю. И потом, знаете, у меня такое понятие, и даже где-то я, наверное, каждый год молодею, чем больше детей. Почему? Потому что я становлюсь ребёнком в их понимании. У меня взрослые, они, например, я прихожу, мне не надо разбирать там спортивную сумку. У меня даже сын прекрасно это делает и кладёт в стирку мои вещи. Я не знаю, что такое, например, ну, там, погреть себе еду. Представляете, какое счастье. Потому что они понимают, что я пришла с работы, я же работаю для них, мы делаем это вместе. Значит, они мне погреют еду. Поэтому старшие помогают младшим. Ну, по-разному там, знаете, прям. Прямо сейчас так сказала и сама удивилась, думаю. Вообще. Что-то прям я прям так... То есть, нет, они помогают, ну, с криками, с драками. Младшие орут на старших, старшие орут. Ну, потому что старшие говорят, что нельзя быть такими тупыми. Ну, они же забыли, что они такие же были. Понимаете? И я, когда слушаю со стороны этот диалог, я чётко понимаю, что жизнь есть вообще. Понимаете? То есть, каждое поколение учит другое. Ну, так, что вот ты точно явно не дошёл ещё до такого уровня. Поэтому, знаете, мне кажется, самая главная задача нас вообще – это любить просто. Такие, какие есть. Потому что мы все разные абсолютно. И созидать можно с каждым. Просто нужно найти этот правильный подход. Одни вот начальники, другие, знаете, отличники с синдромом. Третьи считают себя неудачником. У меня тоже есть, вот как Наташа говорит, одни там и сами справятся, и за моей спиной всё сделают, и деньги переведут, и там купят всё, что надо, и продадут заодно. Вот. А другие, знаете, будут там все комплексы ковырять. И ты каждый раз перед любым экзаменом или перед любым каким-то ответственным мероприятием тратишь несколько суток на то, чтобы следить, как он дышит, как он думает, как он что-то там бы не сделал, куда бы не зашёл. А, наверное, все проходили, особенно у мальчиков первую любовь. Это трындец вообще. Мне кажется, вообще это ад просто, когда попадаешь в эту историю. Вот это вот прям... Вот мальчик взрослый – это прям да. Вот, поэтому, знаете, я, наверное, вот у них учусь. И больше ребёнок сейчас я, чем они. И, кстати, это тоже одна из историй – сделать их успешными и сильными, и красивыми, и быть твоими. Ещё вопросы есть? Вы все многодетные мамы, да, получается? Я тоже многодетная мама, у меня четверо детей. И в этом году мой первый сын, ему 8 лет, у нас проблемы со здоровьем, мы чисто по физическим параметрам не смогли в прошлом году пойти. В этом году мы собираемся в первый класс. И вот я хотела спросить, ваши дети, они ходят в православные школы или же в обычные? То есть потому что на меня сейчас все давят, ты должна отдать только в православную гимназию. Но для меня чисто территориально. Да, территориально. То есть мы живём так, что мне неудобно отдать. Потому что вы многодетная мама, у вас есть дети, вам важно будет удобно. А если удобно вам, вы удобно дети. Давайте я расскажу. Ну и к православной школе много вопросов, да, при всём уважении. Да нет никаких православных и неправославных школ. Я, мне кажется, немножко ответила, когда сказала, что мой ребёнок перевёлся из одной школы в другую сам. Поэтому проблемы все те же самые. При этом я, конечно, там, очень хорошо дружу с директором православной школы и понимаю, что особенности этих школ есть. И для определённого этапа это неплохо. Но в целом заморачиваться из-за этого. Вообще смысл, наверное, детей делать это органично. Чтобы всем было удовольствие. И если вы выходите за рамки этого удовольствия, то и не надо. В ближайшую школу, чтобы дети ходили сами, никого не напрягая, и чтобы вам было удобно. Всё. У меня... Мне повезло со старшей девочкой. Она вот прямо вот в копирку, то, о чём вы говорите. Это же младшая ваша, да? И это было первое такое боевое крещение. То есть там вызовы в школу и тому подобное. Четыре в итоге смененных школы. И лет, получается, через семь этих пыток я поняла, что ребёнку просто нужно максимально помочь вообще пережить этот период. И на четвёртой школе, слава богу, мы остановились, потому что подобрались люди отзывчивые. И мне вообще всё равно было в этот момент, что написано на школе, лицея, гимназия, православная. Не школа вообще. Я просто уже искала людей, которые её примут, вот такую, какая она есть. И вот Наташа сказала про органичность. Вот в семье, да, очень важно, в том числе, особенно там, когда возникают какие-то рабочие моменты и тому подобное, чтобы всё как-то функционировало очень органично. Кто-то ходит пешком в школу, кого-то возит. В моём случае пол восьмого утра подъезжает, я называю это, карета, бабушка с дедушкой, и дети просто штабелями выходят в школу. И у них начинается процесс развозки. Ну, это удивительно, что вот я смогла себе позволить даже выбрать какую-то школу. Но это всё вот так вот функционирует очень органично. И у вас это должно быть не в напряг. Потому что если доставка в какую-то там школу, или это всё время надрыв, ну, невозможно многодетной семье жить в надрыве абсолютно. Потому что школы, они вообще не для многодетных, это точно. Там постоянно какие-то такие нарезки. Надо это сделать, надо это сделать. Без надрыва вообще по этой теме. Главное, чтобы там любили, вы любили. И главное, это пройдёт. Давайте ещё один вопрос. Я хотела спросить, вот когда вы делаете свой этот личный внутренний выбор между социальной деятельностью, можно сказать, что и самореализация туда же, наверное, входит в тот блок, и пакета в этот all-inclusive, и временем, проведённым вами с вашими детьми. То есть возникало ли чувство вины, и как вы с ним… Или вот вы такие люди, что у вас оно не возникало, например, мне будет это интересно услышать, что может, у кого-то не возникает. И как вы с ним, как вы его у себя прорабатывали? Кому передаём? Всем по очереди. Вы знаете, вот если ты работаешь, и, как я говорю, обещаешь и выполняешь, что комплексов нет и вины, но бывают моменты, когда ты на чём-то зацикливаешься на себе. То есть это что? Это, знаете, вот когда у вас какие-то неудачи, какие-то сложности, какие-то вопросы. Себя же всегда всё равно более жалко, всегда находишься в каких-то ситуациях. У нас, знаете, у меня была такая ситуация, ну не сложился брак, разошлись с папой детей, и я помню, для меня это была такая трагедия, а ребёнку был годик маленькому. И я вот, знаете, единственный раз в жизни ко мне было стыдно перед ребёнком. И я вам объясню, почему. Не по работе, не почему. А когда я взрослая женщина, которая приняла на себя обязательства родить ребёнка, жить с этим человеком, у меня не сложились с ним отношения, вот мы разошлись с ним, а я себя погрузила в такую тину, что всю жизнь закончилась, всё такое несчастное. И, знаете, вот меня пробудил прямо из этого состояния совершенно маленький жест. Вот ей годик, да, она лежит, и она меня вот так вот ручкой держит. Я повернулась и думала, вот мне стало первый раз в жизни стыдно за то, что я взрослая тётка, которая сама всё сделала в своей жизни. Но я отошла в сторону от этого человека, который не может без меня пока. не одеться, не обуться, не покушать. И это моя опора, и это основное, что я дала жизни, и за это надо держаться и радоваться этому, а не за моё вот это какое-то придуманное несчастье. Вот в этот момент мне было взрослому человеку стыдно перед своими детьми, вот на что я точно не имею права, на неудачу внутри себя превыше счастья моих детей. Вот это вот невозможно. А всё остальное – это возможность договориться, понимаете? Вы вот когда там, ну, не можете пройти на работу, с руководством договариваетесь, да, там, ну, там, так же с детьми, ты везде договариваешься. И самое главное, что ты должен абсолютно чётко чувствовать, что вы команда, то есть что бы ты ни делал, они делают это с тобой, они делают это для того, чтобы, да. У нас впереди всегда есть перспектива вместе. Стыдно бывает только, когда ты предаёшь себя. Я попалась. Так, вопрос. Беспокоит это или нет? Правильно? Следующее. Не беспокоит. Сейчас не беспокоит. Материнство – тема крута, что оно разное в разные периоды. И периоды, когда ты плохая мать, это тоже периоды роста. Был период сложный, достаточно, кстати, вот в книжке там описано хорошо, тоже год и расставание с отцом детей. Мы в прекрасных отношениях между собой, но тем не менее… Потом, Наташка. Да, эти полтора года это был ад. Плюс фонд, плюс вот это всё. Ну, даже делёжка детей была. И потом это всё как-то раз и выровнялось. Это было время молитвы. Всему своё время. Это было просто время молитвы, потому что я жутко сомневалась, что я на своём месте. Потому что я не… Ну, я абортами занимаюсь. Ну, то есть антиабортами. И вообще я сюда не хотела. То есть вот это вообще не моя тема. Вот вообще ни разу не моя. И это всё очень сильно резонировало. И как-то встала не по своему желанию. То есть это было предложение моих друзей. И вот я куда-то влезла. Тут у меня маленький ребёнок, ему год. И вот эти полтора года становления – это самое тяжёлое. И вот сейчас я говорю, что всё к лучшему. То есть я ни о чём не жалею. И мои дети, которые имеют меня такую, какая есть, я выросла с ними вот в эти восемь лет. И было бы хуже, если бы я тогда не решилась на этот шаг. Было бы хуже им в первую очередь. Это как бы жертва наша совместная. Потому что страдать дети не должны. Вот они тогда не пострадали. Но я-то на себя крест взвалила с фондом. Это другие дети, другие мамы, другие семейные отношения, постоянные драмы. И дети это видели. И вот я для себя отметила, что как-то всё удивительно с Божьей помощью выправилось. Когда мы с детьми… Ну, у меня было два момента. Первый, когда очень хотела поехать на СВО и по телефону говорила, ну, я должна там быть, я хочу, там наши ребята умирают. Ну, то есть я в это верю. Я поворачиваюсь и вижу, мой ребёнок стоит в дверном косяке. Ну, ей тогда 15, наверное, было. И я… Ну, я осеклась, короче. Я запнулась, я думаю, господи, мать кукушка. Мне стало стыдно. И она видит это моё смущение, говорит, мам, было бы странно, если бы ты этого не хотела. Я подумала, ёлки-палки, я воспитываю, не воспитываю. И потом был второй где-то через год момент, когда младший, которому 9 сейчас, мы с ним сидели, читали, вот тоже, Наташа поддерживаю, что увидеть, у кого какие таланты, и просто именно туда прилагать свои усилия, а не вот размазать по бутерброду масло и делать всё на свете, чувствовать себя никчёмной матерью, и так никчёмной, хоть немного сделаю, что надо. И вот ребёнок, значит, читать начал и говорит, мама, я, может, тебе читать буду? Я думаю, блин, он же читает медленно, пока он там прочтёт. А у нас есть церемониал, это ужин. И я говорю, так, я, короче, есть готовлю. Ты читаешь книжку. Но, я говорю, выбираешь, прям вот лучшую свою, с моего айпада читаешь. Ну, вроде как некие такие эти, да, бонусы. Он обрадовался, ему это приятно, я вижу. Он, значит, читает Алексеева. Алексеев — это писатель, который про Суворова много написал. Читает, читает, читает. Ну, короче, мы все там хвалим, рассуждаем. И он говорит, мама, я хочу портрет Суворова заказать на Озоне. О, я думаю, блин, вообще, вот если бы я сейчас говорил, патриотизм, терапыры, я бы проиграла. Я говорю, бери мой телефон, заказывай. Он начинает, значит, смотрит там, выбирает на маркетплейсе и видит портрет Путина. И, представляете, мой ребенок мне говорит, мама, можно Путина закажешь? Я думаю, ну, в общем, как-то оно само вырулилось. Поэтому вот сейчас я говорю, у меня были моменты, когда я не могла, когда я могла, когда была классная мать, чуть-чуть. В большинстве своем я никчемная мать. Но с верой, с молитвой, с искренностью абсолютно с детьми всё это, короче, как-то выстроилось. Вообще сложно что-либо добавить. Я такая думаю, ой, это я не одна такая кукушка. Вау. Ну, я, наверное, с духовной составляющей. Вообще чувство вины это такой паразит. Это же про страсти, да? Это про уныние и тому подобное. И от этого чувства, мало того, что ты несчастен, ты вообще делаешь несчастными других. И вообще, если у меня было, было, было такое, я в себе копаюсь, исповедуюсь. То есть мой духовник знает, по какому случаю я нынче пришла. Так что опять у тебя началось вот это вот. У особо талантливых, одарённых людей это прям постоянно, это мучает. Но это страсть. И с этим нужно, ну, в духовном плане, конечно, как-то работать. Самое главное просить помощи Божьей, потому что не нам решать, какие мы хорошие матери или не очень. У нас судья один. Давайте дождёмся уже этого момента, там будем судить. И там на нас осудят. Друг друга судить не будем, себя особенно судить не будем. И вот Наташа вот эти моменты подловила, да, удивительные. Ведь действительно, ты там себе там что-то копаешься, какой-то плохая мать, вот там, хорошо, что я уехала, на выпускной не пойду, или плохо. Это с ума можно сойти, пока вот это вот решишь. Но потом Господь вот такие моменты открывает, бах, и ты видишь, о, ну я даже ничего, потому что и без тебя, в общем, каким-то удивительным Божьим чудом получается чего. Главное, вот чтобы ты на своём тоже месте был, и все тогда будут на своём месте как-то дарить вот эту вот радость и точно вот меньше-меньше копаться, меньше быть вот этому уныния и чаще исповедоваться. Аминь. Аминь, да. При части исповедь наше всё, конечно. Ну что, друзья, давайте мы тогда плавненько перейдём к книге Наташи. Наташа написала книгу, как вы все уже, наверное, знаете. Называется она «Папина дочка». Я её очень хотела прочитать, не знала, что мне надо будет вести мероприятие сегодня. Ну, то есть я узнала, но меняли ведущих до последнего. И, в общем, я не знала, что именно его. Но я дико торопилась её прочитать. Это очень, ну, знаете, вот такая вот чуйка, как сказала Наташа перед мероприятием. И когда, да, да, мы провожаем Наталью, да, потому что ей бежать надо действительно. Да, мы отпускаем, аплодируем. Да. И начала я, значит, эту книгу читать. И первое, что теперь я вспоминаю, когда думаю об этой книге, это то, как не один месяц Наташа стояла у мощей святителя Филарета Дроздова и говорила, и просила, чтобы святой походатайствовал перед Богом, помог Наташе определить какой-то путь, потому что есть призыв, но ты ещё пока не знаешь, куда. И тебе очень хочется узнать. Но Наташа повторяла, только не Ваня Бор, только не Ваня Бор, пожалуйста, не бросайте меня за ракитовый куст. Но так получилось, что действительно Наташа оказалась в этой сфере. И вот что сразу хочется спросить, сколько ты её писала реально? И состоит ли она из маленьких рассказов в течение нескольких лет, либо ты села, написала, издала? Ну, это оказалась мука такая. Впервые Коля Бреев предложил в 2019 году написать книгу. Это была годовщина фонда. Он подошёл, это был праздник такой большой, с тех пор мы больше не делали праздники фонда. И он говорит, ну напишешь книжку. Я такой, да, конечно, напишу. И всё. Ну, в общем, менялся один редактор в Никее, второй, там что-то третий. Ну, в общем, как-то всё да нет, сначала даже структуру невозможно было составить. То есть я ожидала, что редактор это некий администратор, который говорит, так, дружок, идём вот так, первое, второе, третье. Я ни от кого это не могла услышать. А вообще первая мысль Коля была, что сейчас книги не пишут, их наговаривают на диктофон, расшифровывают, и книга готова. Оказалось, это не моя история, потому что я человек, говорящий в кадре, говорю я одними словами, а в кадре ты вытягиваешь, вытягиваешь харизмы, образные всякие обороты, которые ты устно проговариваешь. А когда ты пишешь, это совершенно другой стиль. И ещё тогда было время Инстаграма, люди знали, как я пишу, и оказалось, что это два разных, ну, почерка назовём, и это понятно было. Но первое такое большое пятичасовое интервью, оно было нелёгкое. То есть приходит человек, вынимает из тебя душу, уходит, и думаешь, всё, книжка написана. Нет. А я прочитала, думаю, вообще как будто не я, что это такое. И Коля говорит, слушай, давайте другого редактора, другой редактор, ещё там четыре часа. Он говорит, слушай, вот этот тоже хороший, он такой литературный, у этого редактора есть премия, там какая-то, ну, типа как в ТЭФе в телевидении, такая же есть в книжном мире, я не помню просто. Она вот соберёт из этого, читает тоже, в общем, что-то не то. Я говорю, вы можете мне помочь просто, ну, как бы, оглавление сделать, от чего к чему, потому что вы уже про меня всё знаете, и читали то, что от первого редактора. Вы мне просто помогите, а я начну писать. Мне сказали, да ты и так всё знаешь. Я стала писать просто в разнобой. Больше 20 кусков таких больших составила про разных людей, ну, там, про подопечных, про детей, про всё на свете. Вот. Потом какой-то кризис в Никее. Потом я увидела правки. Правки, значит, были там, когда в Ворде заходишь в слои, знаете, есть такая опция, там смотришь, редактура, то там правок было больше, чем текста. Я читаю правки, а там, как бы, что значит родовая? Ну, я как бы родовая в роддоме, да, комната, там, послеродовая, предродовая. Это никто не поймёт, кроме вас. Я звоню, Коля, в смысле никто не поймёт? Мы же женщины, мы же все рожали. Поймут. Он говорит, да, вообще странно как-то. Ну, в общем, это всё очень было долго и мучительно. В итоге рукопись была согласована, как-то они там всё скомпоновали так, что было от начала до конца. Ну, то есть начало и конец был придуман. То есть некий скелет созрел у книги. Но происходит мистика. Я заболеваю ковидом, причём все уже переболели сто миллиардов тысяч раз. Это прошлый январь, наверное, или позапрошлый январь. И я вот просто лежу, накрывшись одеялом, вообще без сил встать, просто доползти до туалета, извините. И мне приходит первая фраза. Ну, как книга, это сакральная какая-то вещь. Это как ребёнка родить. Я думаю, классная фраза. Ну, а я такая немножко не в себе. Я думаю, надо взять компьютер. И представляете, я вот так вот прописала три дня. Сев на кровати, накрывшись одеялом, так вот с головой. Мне то холодно было, то жарко, плохо прям очень было. Но почему-то вот пошло. И я написала её, вот как вы её будете читать, она такая и есть. Вот я её так написала. Я рукопись это отдаю. И говорю, я не знаю, что делать, как бы совсем с тем не бьётся. И вот из первой рукописи взяли всего два отрывка. И в основном это полностью написанный новый текст. Всё, рукопись согласовано, вычитана, вся редактура. И вдруг у меня возникает момент, когда я еду ночью за город, у меня дикая потребность помолиться. Я просто сажусь одна в машину и еду за город, в лес, для того, что, короче, у меня, вот, мне сложно это объяснить, но я хорошо восстанавливаюсь от леса. Мне надо потрогать веточки, походить по этой земле, снег, дождь, град, солнце, всё, что угодно. Речка замёрзшая, речка размершая, в общем, главное это чувствовать, дышать этим, думать там. И в книге было несколько отрывков про это, но это безотносительно книги. Вот у меня, короче, очередной этап. Вот меня стукнул, я поехала ночью. Вышла в лес, шла по нему, после леса начинается поле, я вышла в поле, потом думаю, надо идти в центр прям поля, я вышла в центр поля, и, знаете, очень такое детское, искренне наивное состояние души, не знаю, как его по-другому описать, тебе не страшно, хотя когда шла по лесу, было страшно, но не настолько, что страх тебя схватывает и говорит, короче, разворачивайся, иди назад, в поле, это очень круто, это вот, ну, как будто бы ты мелкая частица единой вселенной, небо с землей соединены, я выхожу в центр поля, я не знаю, что я делаю, я не могу объяснить, это иррационально, становлюсь на колене в снегу, там снег глубокий, я прям там падаю на колени и поднимаю руки к небу, и начинаю говорить, я не знала, что говорить, у меня не было конкретно, вообще не знала, что я делаю до конца, когда я это говорю, небо, которое затянуто облаками, такое низкое небо, без луны, без всего, обычное такое, московское, ну, это Калужская область, не совсем Москва, оно вдруг разрезается, такая полосочка света появляется, потом раскрывается, потом эта луна оттуда, как вынимается, вот так вот она, она как бы выпадает, и как глаз, знаете, такой с неба, и это вот прям мистика момента, то есть ты смотришь на это и понимаешь, что это он, и вот то, что я говорила, оно не было запрограммировано, я не ехала сказать это, 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 я говорю, и говорит не голова, говорит сердце, говорю, и говорю, и говорю, и говорю, и не запинаюсь, то есть я не думаю, что дальше сказать, это, это вот, знаете, ну, это что-то личное, вообще не думала это писать, совсем не думала это говорить, но меня настолько тогда вот прошибло просто, это, вне сомнения, этот вот уникальный в несколько раз в жизни опыт общения с Творцом, ни страха, ничего, и вот это вот, абсолютно такая ветхозаветная история, с открытым небом, как только я перестаю говорить, у меня закончился этот поток, негенерируемый, это просто счастье, ты просто стоишь и благодаришь, говоришь, вот спасибо тебе, я тебя очень люблю, спасибо за то, за то, за то, я вижу, что ты есть, я знаю, что ты есть, и как только ты замолкаешь, оно раз, и всё, она луна раз, залезла назад, это всё раз, как это, закрылось на замочек, и всё, и стало обратно, серое небо, я встала и пошла, и уже заходя в лес, вот когда вот эта полоска, я, знаете, дерзнула немножко повернуться, посмотреть, потому что это было настолько круто, я причём думаю, ну как дура точно, нельзя оборачиваться назад, но не смогла, вот просто по-детски, это было абсолютно, это вот там что, эндорфины, что там в крови, это всё было в большом количестве, и я, это были не то, что вот слёз, бывают такие моменты, они вот, ты ревёшь, да, вот эта встреча произошла, там вообще не слёзы, вообще про другое, это просто счастье, как будто бы тебе 10 лет, ты выходишь из дома, летом, в июле, ещё никого нет, и ветерочек немного дует, и тепло, и ты знаешь все эти кусты, знаешь, где ты кладики закапывал, вот что-то такое, полоска света, запах смородины, стрекозы, вот такое же ощущение потрясающее, и я когда приехала домой, я села за компьютер, и подумала, сейчас я это всё зашибенно напишу, и я написала, думаю, боже, какая я примитивная, я не могу это передать, представляете, слова такие простые, они такие тяжёлые, они так приземляют, читают, думаю, какая глупость вообще, вот оно что было, а на словах как будто бы ничего и не было, и я в ночь отправляю в Никею, говорю, ну ребят, короче, не знаю, может куда-то там найдётся место, а нет, так нет, ну я сама собой разочарованная, и утром мне пишут, да это же начало книги, в общем, ну сори, что это не было так круто, но это реально легло в начало книги, и потом Коля Бреев сказал, что я сам возьмусь за обложку, я уже, наверное, сначала Никея не делала обложки, ну есть специально наученные люди, и он сам сел за эту обложку, и вот это уже результат творческого подвига Коля Бреева. Да, вообще отлично получилось, кто читал книгу, есть те, кто читал, пока все, кто не читал, да, ну так вот, первая глава, она точно так же передаёт вот эту радость, которую сейчас передала нам Наташа, от этой своей молитвы в поле, я когда её читала, я глубинно её переживала, нету там куцкого текста, ограниченных букв, там всё благодатно очень, Господь как бы дал дух этой книге, и это действительно всё очень остро чувствуется, но ты знаешь, о чём я тебя хочу спросить? Ага. Это правда, это абсолютно правда. Я просто хочу сказать, что мне показалось, я просто читала отзывы, и видела, что люди пишут, для меня это абсолютное откровение, и я вижу, что ты говоришь, и ты искренне, я хочу сказать, что скорее всего, это тоже вмешательство Бога, что они дают возможность людям, которые читают, почувствовать, то есть не через слова это передаётся, это через внутренние ощущения, и люди как будто бы тоже переживают этот же опыт, через мои такие очень, да, нехудожественные слова. Книга называется «Папина дочка», и много вопросов можно по ней задавать, честно говоря, я бы вообще бесконечно сейчас общалась, но самый главный мой вопрос к тебе, даже, наверное, он вопрос каждого христианина, вообще наша цель, нашей христианской жизни, это встретиться со Христом, и вся твоя деятельность, вся твоя жизнь, она пропитана этой встречей, и книга эта абсолютно только о Христе, и о твоей встрече с Ним, мне даже тяжело это говорить, потому что хочется плакать, вот ты мне скажи, ты мне скажи, если кто-то не встретился, ночь хочет, вот сейчас кто-то сидит в зале, кто очень хочет прикоснуться вот к этому любящему, всеобъемлющему теплу отца, вот что ему нужно сделать? Ну, во-первых, мне кажется, что всё-таки тут люди, у которых была эта личная встреча, почему-то это видно по глазам, во-вторых, наверное, не встреча не связана со Христом, связана с нами, и Бог многое количество попыток делает, но необходим наш режим поиска, когда ты ищешь его, ищешь истину, ищешь правду, истину, искренность, единственный правильный вектор, то есть люди, которые, ну, служат там государству, занимаются благотворительностью, они эту свою систему координатную, будучи неверующими, они постоянно корректируют, они видят много горя, они проходят через испытания добром, через синдром Бога, и они должны всё время этот камертон сверять, и в конце концов, этот камертон, так же, как у учёных, он выводит, ну, или не выводит, если человек упертый в своей противоположной позиции, но в конечном счёте этот человек должен встретиться первый раз, второй раз, как будто показалось, как будто бы совпадение, как будто бы, а сердце что-то чувствует, и или ты открываешь это сердце, либо это, ну, как это сказать, нет, ну, попытка, не засчитана, попытка снова не засчитана, и человек всё время, исходя из рацию, делает свои выводы относительно жизни, но не относительно сердца, Бог сердце просто расширяет, вот, это единственное, для чего мы проходим через испытания на земле с нашими телами, ведь Господь мог создать нас просто душами, и мы бы просто вот так вот были, ну, помысел какой-то пошёл, мы, значит, согрешили, исповедовались, и всё, а тут, понимаете, вся благотворительность, она связана с вот этим земным существованием, и надо собственное сердце постоянно расширять через что-то, говорят, что не каждый может прийти в служение, я уверена, сто процентов, миллиард процентов, что это абсолютно про всех, особенно про женщин, ну, не обязательно всем с головой уходить в благотворительность, но то, что это про каждого, просто найти в себе возможность, чем ты можешь помогать для того, чтобы просто сердце своё увеличить, и помогать, вернусь просто к началу, помогать не своими ресурсами, а помогать как раз-таки ресурсами небесного Отца, и в этом и будет вот это вот удочерение. Так, какие-то вопросы к Наташе есть, потому что уже надо подписывать книжки, время наше на исходе, давайте тогда подпишем книги у Наташи, и поблагодарим наших замечательных спикеров, Светлану, Наталью, Светлана, неблизкий путь сегодня преодолела, чтобы быть здесь с нами, спасибо вам огромное ещё раз, меня зовут Кира Ваврентьева, я очень рада с вами встретиться, спасибо огромное, и приступаем к книжкам.